Выбор профессии, профориентационный марафон с таким названием шагает по Щелкову. В течение двух недель порядка 700 старшеклассников смогут узнать, какие специальности им предлагают колледжи, расположенные на территории нашего городского округа. В седьмом лице ребят познакомили с работой четырех учреждений. Это колледж-лидер, колледж экономики и права, колледж информационных технологий и права и государственный Щелковский колледж. Своим потенциальным абитуриантам они предлагают целый спектр специальностей, которые сейчас наиболее востребованы на предприятиях и в организациях. У нас специальности довольно-таки востребованные, хорошие. Допустим, программист сейчас приходит после девятого класса, можно деткам учиться, раньше только после одиннадцатого взрослые, а сейчас после девятого класса. У нас преподаватели работают, которые занимаются непосредственно практикой. Детям просто нужно разобраться в этой профессии и попробовать ее. Желательно. Перед тем, как поступать. Это мое мнение. Ну и в любом случае, обучение – это процесс серьезный. Этот процесс требует дисциплины. То есть это не развлечение. Здесь нужно подходить серьезно. Колледжи развернули свое учебное оборудование прямо в классах лицея. Здесь знакомили ребят из трех школ округа с тем, как построен учебный процесс. Ребята знакомятся с различными специальностями. Это и беспилотные аппараты, и воспитатели дошкольных учреждений, и юристы, и экономисты. То есть ребята, даже выходя после мастер-классов, выходят с сертификатами, на которых написано юрист, экономист, бухгалтер и так далее. То есть они могут уже сразу попробовать себя в какой-то специальности. По итогам каждого дня профмарафона учащиеся проходят опрос, насколько полезным оказалось мероприятие. А вот что они рассказали нам. Я узнал много профессий, которые даже знал, но не знал именно подробности о ней. Например, что есть фельдшер. В фельдшер он приезжает на вызов, а доктор уже в поликлинике работает и принимает пациентов. Если вы хороший специалист, то для вас все открыто. Вы добьетесь успеха в профессии, если вы готовы погружаться и отдавать себя полностью этому ремесуру. Такие мероприятия учат подрастающее поколение важному тому, что к выбору профессии нужно подходить осознанно, учитывать свои интересы, способности и предпочтения. Марафон «Выбор профессии» завершится 7 февраля, но уже в марте юных жителей округа ждет еще одно полезное профориентационное мероприятие, уже областное «Путь навыков». Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.